Смотрю на еду, и только от того, что посмотрела, всё равно поправляюсь. Восемь часов сидит в офисе, час до работы на машине добирается сидя, и час после работы. Но при этом есть в тренажёрный зал, и человек уверен, что у него движения в жизни достаточно. Нет. Я голодать не хочу. Я хочу вкусно есть. Поэтому отвалите от меня со своими диетами. Жизнь одна. Кайфуйте, да, то, что называется. Я хочу есть. И вот этот человек будет сбрасывать вес, несмотря на то, что он вроде как бы больше ест, да? А этот не будет. Можно есть вкусно, сыто, не испытывать при этом чувство голода, не ходить вечно голодным. И при этом, чтобы вес уходил. Вот тогда получается очень хороший результат и по фигуре, и по здоровью. Похудеть реально можно. Ну что, друзья, мы рады приветствовать вас на канале Школы Здоровья Ресурс. И мы возобновляем нашу любимую рубрику «Диалоги о здоровье» с Мариной Жигульской. Марин, привет. Сегодня у нас с тобой очень актуальная тема для многих. Тема, которая очень актуальна и становится весной перед летом, как правило, или перед новогодними праздниками. Потому что всегда к какой-то определенной дате, к какому-то определенному событию мы хотим похудеть, привести себя в форму. И сегодня, собственно, давай поговорим на тему того, какие чаще всего ошибки совершают люди, стремясь к лучшей версии себя. И каким путем стоит идти, чтобы максимально добиться классных результатов в этом направлении. Вообще скажи, насколько эта проблема актуальна, насколько часто к тебе обращаются именно с запросом похудеть? Актуально, очень актуально. И для меня когда-то была актуальна, поэтому не понаслышке знаю. Ну, как правило, да, человек пытается, ну, как-то внешность, что-то сделать с внешностью, не обращая внимания на внутренние факторы, обращаются, всегда хочу похудеть. Это самое первое такое. Частая проблема, и она молодеет. Вот это, что еще важно, да. То есть принято же считать, что там в климактерическом периоде женщина начинает набирать килограммы. Ну нет, гораздо раньше сейчас эта проблема уже детская буквально. И детская, и мужская. Я понимаю, что мы не будем здесь ограничиваться только женской аудиторией, потому что вопрос действительно широкий. Я знаю, что у тебя тоже был опыт похудения, ты боролась с лишним весом. Расскажи свою историю. Моя история, она такая умноженная на тысячи миллионов женщин после родов. У меня погодки, и фактически я, ну, получается, что три года беременная ходила. Потому что только вот буквально Настя родилась, ей было семь месяцев и забеременела вторым. И я очень много ела, не могла себя остановить. И я наела фактически с первой, ну, с Настей 25 килограммов, успела 10 сбросить, и со вторым наела еще 25 килограммов. То есть я перед первой беременностью весила 47, а второго пошла рожать 83. У меня рост метр пятьдесят шесть, ну и 83 килограмма, это я нормально так вообще выглядела как, прям булочкой, да. И, конечно, я хотела сбросить вес. Это стало первоочередным, это стало таким вот прям насущным, потому что я, ну, молодая девчонка, что это за вообще бока там и все такое прочее. И я худела всяко-разно. То есть я диеты перепробовала все. Ограничивала калории? Калории считала, ограничивала, жиров себя лишала, мочегонные чаи пила, и даже китайские таблетки у меня были. Интересно, к таблеткам мы еще точно вернемся. Но в итоге ты похудела. На китайских таблетках быстрее всего я худела, да. Да, прекрасно. Ну, давай вот вообще самое первое, мне кажется, к чему приходят люди, которые хотят похудеть, и самое такое очевидное, к чему нас приучили, это подсчет калорий. Мы все знаем о том, что если мы хотим, ну, то есть калории – это энергия наша. Если мы хотим набрать вес, мы должны, соответственно, есть больше, чем энергии потребляем. И, соответственно, если мы хотим скинуть вес, то мы должны уходить в дефицит калорий. Насколько вот этот подход тебе близок, как к нутрициологу? Ну, вот когда сразу после родов, я, ну, этот подход обоснованный, потому что если человек много ест, то действительно надо уменьшать. Уменьшать объемы пищи, но не, ну, как бы калораж – это немножко неправильно, потому что еда должна оставаться нутритивно-плотной, в ней должны обязательно оставаться жиры. И вот зачастую здесь самая главная ошибка. Ошибка в том, что не обращают внимания, за счет чего уменьшают калории. Это самое первое. Ну, вообще, чаще всего уменьшают калории именно за счет жиров. Да, потому что они энергоемкие. Да, да. Ну, вот это вот первая ошибка, что не понимают, как считать калории. Может быть, я и не против этого, но только если с грамотным подходом. Я сейчас в социальных сетях наблюдаю за диетологами, которые снимают контент на тему того, что худеть можно и на шоколадках, и на тортиках. И всё дело только в калорийности. И, грубо говоря, там вот у вас есть дефицит калорий 1200 в день. И если вы на 1200 калорий будете съедать тортики, а там из этого тортика огромное количество ПП-десертов, берут тортик, из него там убирают максимально жиры, там остаются точно так же углеводы. И вот на этом худеют. Огромное количество диет, протоколов питания именно на том, чтобы человек не отказывался от сладенького, но при этом был в дефиците калорий. То есть, соответственно, убирают жиры. Я так же делала. Один грамм жира равно 9 килокалорий, а один грамм белка и один грамм углеводов – 4 килокалории. И поэтому, конечно, за счёт жира это легче убрать. Объём еды остаётся вроде как. И ты вроде как… Ну, мы же глазами тоже едим. И ты вроде как не так, чтобы ограничиваешь себя, но излишек углеводов он же как раз приводит к инсулинорезистентности и лишнему весу вокруг талии, прежде всего, начинается. Поэтому за счёт жиров ни в коем случае нельзя убавлять. Нельзя так. Считать калории можно, но с сохранением нутритивной плотности, во-первых, и с сохранением жиров обязательно. Ну, то есть, я говорю о том, что если человек, например, ест 3000 калорий, то да, надо ограничивать. Ну, тут даже не столько дела в калории, считают или считают. Просто если он начинает нутритивно-плотно есть, он будет есть меньше. Что значит нутритивно-плотно? Это еда, в которой есть сбалансированные жиры, белки, углеводы, чтобы организм не чувствовал недостатка в чём-то. И в котором есть витамины, минералы, нужные ему элементы. Та же самая клетчатка, например. И тогда организм наедается, и он не будет просить есть. А когда он наелся углеводов, он тут же через полтора часа опять голодный. И мы ещё закидываем, ещё закидываем. Может быть, мы входим в калораж, но при этом это одни углеводы. И при этом человек, ну, конечно, будет набирать объёмы, прежде всего, отёками, висцеральным ожирением. Ну, смотри, вообще вот ограничение калорий, оно, как правило, идёт за руку с дробным питанием. Когда там идёт у тебя минимум 5 приёмов пищи. Ну, правильно, потому что человек же не наедается, да? Да, да. Он не выдержит просто больше, чем там 2-3 часа. Смотри, ну, в целом, такой подход ведь к похудению тоже работает. Ну, и работает, и у меня он сработал. Ну, просто я гормонального здоровья своего лишилась. То есть похудеть реально можно. И здесь в этом диетологи, которые ограничивают калораж, ну, они правы, по сути. Похудеть можно. Вопрос в том, какие будут последствия. Ну, про последствия сначала никто не задумывается. Похудеть вот любой ценой, что называется, да? Особенно, когда ещё молод, когда есть ресурсы, когда ещё метаболизм более-менее там работает. Потому что все же знают, что в 20 похудеть легче, например, чем там в 40-45. Похудеть можно. Но у меня это была цена вопроса моего гормонального здоровья. То есть это не сразу произошло. Спустя несколько лет сначала начали, знаешь же, как сначала начинаются болезненные менструации. Кто на это обращает внимание? Никто. Потом первые звоночки, там вот эндометриоз, потом начинаются там кисты, миомы и так далее. И вот потом уже человек приходит, ну, вот я, например, я уже сейчас, когда понимаю нутрициологию, я понимаю, что мы лишаем себя жиров, и мы приходим к проблемам с гормональным фоном. А гормональный фон запускает у нас обратную реакцию, набирает набор веса. И вот всё, круг замкнулся, что называется. Ну, то есть это получается, что реально очень острый вопрос. И правильно, что мы сейчас это обсуждаем, потому что люди худеют, не задумываясь о последствиях. Последствия не происходят у них на следующий день после того, как они избавились от ненавистных килограмм, да. Но потом, спустя время, после ограничения колоража, после того, как убирают жиры из рациона, сталкиваются с проблемами в том числе гормонального характера. Ну, это обязательно наступит. Это просто вопрос времени. У кого сколько ресурсов? Однозначно. Потому что у нас гормоны строятся из чего? Из жиров. При участии белка. То есть вот самое первое... Нет жиров, нет гормонов. Всё. Самое первое, что мы можем сказать для тех, кто вот сейчас смотрит наше видео, для кого актуален вопрос похудения, не совершайте эту ошибку. Не убирайте из рациона жиры. Причём на жирах же тоже худеют. Например, когда мы начинаем балансировать питание и добавляем жиров в рацион, люди, наоборот, начинают скидывать вес. Ну, правильно, грамотно, с сохранением всех процессов. Тогда у меня следующий вопрос. Ты вот везде у тебя, при том, что у нас даже были с тобой споры на эту тему, ты противник того, чтобы люди считали. Считали калории, считали, даже там забивали куда-то свой рацион, считали, что у них по белкам, жирам, углеводам. Это тревожненькие делают. Это тревожненькие, да. Это лучше себя лишний раз этим не нагружать, а всё-таки учиться прислушиваться именно к организму. Это окей. А как так получается? Что если мы говорим, что с одной стороны, да, худеем мы, когда мы тратим калорий больше, чем съедаем, с другой стороны, есть люди, которые реально на дефиците калорий не худеют. Я знаю, что там в ресурсе есть у нас такие ученики, которые просто и на 1200 калорий, а человек, что называется, смотрю на еду, и только то, что посмотрел, всё равно поправляюсь. Да, и то есть оказывается, что вот это правило по калорийности работает не на всех. И при этом эти люди начинают потом питаться, ну, явно не с дефицитом калорий, с нормальным количеством жиров, с адекватным количеством белка и клетчатки в рационе и начинают терять вес уже без подсчёта калорий. То есть получается, что вот это правило диетологов, фитнес-тренеров, любимое всех адептов подсчёта калорий, оно всё-таки работает не всегда. Как так получается? Ну, конечно, не всегда, потому что стресс ломает у нас и гормональный фон, и кортизол этот тянет, сахар, инсулинорезистентности приводит, это тоже лишний вес. Потом, когда человек расслабляется, всё, больше ничего считать не надо, у него начинает отпускать вот этот стресс. Дальше. Человек начинает есть жиры, поправляется гормональный фон. Поправляются многие метаболические процессы. Начинает есть жиры, запускается желчоотток, то есть детокс работает. А лишний вес – это что такое? Это отдельный гормональный орган, очень активный, который воспаление в организме вызывает, и это депо для токсинов. Когда у организма некуда вывести токсины, плохо работает детокс, он создаёт жировую ткань, чтобы хотя бы туда сбрасывать, потому что ему надо сбросить подальше от кровотока. Либо у человека суставы будут, например, страдать, потому что это тоже подальше от кровотока места, либо жировая ткань будет накапливаться. И поэтому, когда он добавляет жиры, он улучшает некоторые функции, тиреоидные гормоны, желчоотток, например, и у него эти функции улучшаются, он, грубо говоря, становится здоровее, а здоровый организм не держит лишнюю ткань жировую. Здоровый организм от неё сразу начинает избавляться. То есть жировая ткань – это однозначно проблемы по здоровью, замедление метаболизма, это какие-то уже патологические процессы, типа гипофункции щитовидной железы, когда всё замедлено, типа инсулинорезистентности, например, ну и, конечно, организм будет копить эту ткань. Балансируем рацион, в том числе даём жиры для того, чтобы эти процессы происходили. Всё, организм начинает работать такой и начинает сбрасывать эту ткань жировую. У нас организм вообще достаточно умный. Это безусловно. А плюс ещё, знаешь, на дефиците калорий, он же думает, не дают, ну вот когда сильно себя ограничивают, и он начинает наоборот запасать, потому что вдруг вообще не дадут. Это вообще очень важная тема, потому что это, кстати, зачастую главное возражение тех людей, которым нужно что-то делать с лишним весом. Реально, и уже человек это видит, и в зеркале он это видит, и там есть проявление по лишнему весу, тяжело становится, отдыш какая-то появляется. Но человек говорит, я голодать не хочу, я хочу вкусно есть, поэтому отвалите от меня со своими диетами. Жизнь одна, кайфуйте, да, то, что называется. Я хочу есть. И это прям реально возражение. У меня есть такие знакомые, которые когда-то я там начинала их убеждать в том, что вот сейчас надо тебе поработать над лишним весом. Мне говорят, нет, отвали, я уже худел. Вот этот стресс, эти ограничения, этот голод, мне это не надо. И люди действительно не идут там вообще в сторону питания, потому что это страшно, не хотят голодать. Получается, что у организма тоже есть этот механизм, когда ты его отразличиваешь, он защищается ещё больше. Ну то есть вот скажи, можно есть вкусно, сыто, не испытывать при этом чувство голода, не ходить вечно голодным, и при этом чтобы вес уходил? Именно этим мы и занимаемся, собственно. Когда у нас, ну вот даже наши ученики говорят, я никогда так вкусно и сытно не ел, давно уже так вкусно и сытно не ел, особенно те, которые вечно худеют, которые смотрят, что они положили в тарелку, которые считают калории, которые пропускают приёмы пищи и так далее, они начинают есть. Это самое первое. И мы добавляем им жиров в организм. Например, вот есть один человек, который, ну я съел пол яблочка всего, да, а тут я перекусил какими-то там орешками, а тут я печенюшку заточил. Нутритивной плотности в питании нет, организм постоянно просит дай-дай-дай, он ходит полуголодный, злой, нервный, постоянно перекусывает, зарабатывая себе инсулинорезистентность. И второй человек, жиры у него есть, у него там есть котлетка, у него там есть, ну вот прямо кусочек сала, например, да, там авокадо, он наедается, организм спокойный, его кормят, он перерабатывает это достаточно долго, нет никаких вот этих перекусов. И вот этот человек будет сбрасывать вес, несмотря на то, что он вроде как бы больше ест, да, а этот не будет. Потому что вопрос ещё не только в том, что мы едим, а вопрос, как мы это делаем. Давай тогда поподробнее, как это делать, можно какое-то прямо правило, как есть для того, чтобы худеть. Что такое перекусы? Начнём с этого, да, потому что человек, который ест углеводы, у которого нет, например, в рационе жиров, достаточно белка, он будет постоянно перекусывать, потому что, ну, есть хочется. Либо это привычка просто, которая уже сформировалась, и когда вот человек вечно жующий, вот я, например, такая была. Что такое перекусы? Когда у нас поступает еда в организм, у нас автоматически выделяется инсулин, как ответ на приём пищи. Инсулин дан нам для того, чтобы мы не умерли от засахаривания крови, грубо говоря, и он впрыскивается в кровь для того, чтобы взять глюкозу и завести её в клетку. Как только глюкоза попала в клетку, передаётся сигнал по механизму отрицательной обратной связи, и мозг вырабатывает определённый гормон, например, да, когда мы голодны, это грелин, когда мы начинаем наедаться, это лептин. Всё, и мы больше есть не хотим. И до тех пор, пока организм перерабатывает предыдущий приём пищи, мы есть не будем хотеть. То есть глюкоза зашла в клетку, всё нормально. Если человек наелся, и в этом приёме пищи были жиры, были белки, и он их нормально усвоил, то 4 часа он ещё не будет хотеть есть. А именно 4 часа нужно инсулину, чтобы опуститься на прежний уровень. Если человек не поел плотно, то он перекусит опять. Следовательно, инсулин, не успев спуститься, опять поднимется. И когда инсулин всегда высокий, он постоянно стучится в клетку. И рано или поздно клетка говорит «отстань». Формируется резистентность, то есть сопротивление. На фоне инсулино-резистентности, когда всегда высокая глюкоза в крови, всегда высокий инсулин, мы начинаем набирать вес. Это априори. Потому что инсулино-резистентность – это плюс ещё и воспаление. Инсулино-резистентность – это висцеральное ожирение, то есть вокруг внутренних органов появляется спасательный круг, появляется разбитость какая-то, появляется, кстати, тяга к сладкому. Потому что когда углеводный обмен, вот это называется углеводный обмен, не работает, организм говорит «дай сладкого, я хоть попробую пропихнуть эту реакцию сейчас». И тянет на сладкое реально. Ну вот, собственно, так и формируется этот механизм. И человек потом говорит «я не выдержу без еды», потому что он постоянно голодный. То есть ещё одно правило, первое правило мы уже сегодня сказали, не исключаем жиры из рациона. Правильные. Об этом ещё тоже позже поговорим. И второе правило – это нам категорически не нужны перекусы. Три раза в день – это оптимально, да? Да, но чтобы не было перекусов, надо, чтобы была нутритивная плотность. То есть, опять же, жиры, опять же, там, белки, чтобы были овощи, например, обязательно, там, зелень какая-то. Ну, то есть сбалансированный приём пищи, который насыщает тебя на ближайшие, там, минимум четыре часа. Окей, смотри, ты сейчас уже затронула тему того, что есть некоторые сбои в организме, которые мешают сбрасывать вес. При этом, опять же, есть у нас наши коллеги по сфере здоровья, здорового образа жизни, которые как бы за другую руку тянут слушателей, и которые смеются над подобными высказываниями о том, что есть якобы какие-то гормоны и какие-то состояния, которые мешают сбрасывать вес. Над тем же самым, там, инсулином, над сбоями в щитовидной железе, они говорят чётко. У нас есть дефицит калорий или профицит. Худеете вы на дефиците, набираете вы на профиците. Недавно попался тоже ролик в социальной сети, там начинается что-то вроде того, какие эти два гормона мешают вам похудеть. И, значит, там все ждут, когда скажут, что это там инсулин, гормоны щитовидной железы. Но автор говорит о том, что это два гормона. Один из них много жрулин, а второй... Ленивожопин. Ленивожопин, да. Вот как ты смотришь всё-таки? Реально ли, что есть, да, состояния, которые, ну, не дают людям сбрасывать вес? Или это всё какие-то, ну, просто отговорки? И вот есть, правда, лень и желание вкусно поесть? Я, с одной стороны, согласна с автором этого ролика. Есть и такие люди часто, которые просто ленивые и просто много едят. Но есть люди, вот клиент у меня, например, была, она реально очень мало ест. Она вот реально как птичка. Тут клюнет, тут клюнет, тут клюнет. И она вот в такой... Ну, она достаточно полная женщина. И она в такой вот позиции, что, ну, я и так мало ем. Ну, что же со мной не так? У неё этот приём не работает. Почему? Потому что она зациклена. Если я много ем, я полная. Вот у неё вот эта зацикленность. То есть она не обращает внимания на остальные сферы жизни. Потому что тут ещё важно, как мы спим, много ли мы двигаемся. И важно, конечно, какие физиологические процессы есть у нас в организме. Потому что если, например, это снижение функций щитовидной железы, если это та же самая инсулинорезистентность, то, конечно, она не будет входить на ограничение калорий, потому что метаболизм-то замедлен. Ну, то есть тогда просто ты ограничиваешь калории, но при этом твой вот этот базовый калораж, он тоже очень сильно уже просто и так, и так на дне. И получается, что ты там даже на 1200 килокалорий, которые у тебя там по возрасту, весу и всем показателям это твоя норма, но на самом деле у тебя организм ещё ниже. Них опустил, да, свой, получается, базовый вот этот. Да, ну вот представь, вот хорошую тему ты подняла. Вот представь, когда мы спим, наш мозг ночью потребляет 500 килокалорий. Если организм, например, а у нас ещё есть давление, сердцебиение, там детоксом организм занимается, мыслительный процесс очень энергозатратный, гораздо затратнее, чем физическая нагрузка и пищеварение. Это тоже два очень энергозатратных процесса, которые с нами в любом случае происходят. И вот ты представь, как этот организм будет выживать. Вот ему дали 1200 калорий. Как он будет выживать? Понятно, что он включит режим экономии. И он будет думать так, вот сейчас не дают, но как только дают, дадут, я всё это сразу запасаю. Запасаю, чтобы потом не голодать. И поэтому, когда на ограничении калорий человек живёт, он же не живёт долго. Это воспринимается тем более как диета. Но это реально сложно. И всё равно срывы. И вот в срывы они набирают. Поэтому этот рацион питания приводит к тому, что до первого срыва. А дальше они говорят, там что-то сбросил, а потом ещё больше набрал. То есть получается, что когда ты заходишь в диету с ограничением калорий, организм, как умная система, начинает тоже экономить. И твои метаболические процессы, по сути, замедляются. В том числе гормоны щитовидной железы. Да. Ты, получается, сбрасываешь вес, счастливый, довольный, похудевший. Но это же была диета, это временная мера. Ты возвращаешься обратно в привычный рацион. И на том рационе, на котором раньше ты не набирал и был стабильно уже в своём весе, ты начинаешь набирать. И получается, что уже в следующий раз, когда ты опять заходишь в диету, тебе нужен ещё больший дефицит калорий. И, соответственно, ещё больше какой-то там физической нагрузки. И так происходит до поры до времени явно. А потом ты уже просто махнул на это рукой и думаешь, ну его нафиг. Жизнь одна. Буду толстой. У нас же тоже есть такие клиенты, которые говорили, 20 лет я борюсь со с лишним весом, я чего только не пробовала вообще. А потом я плюнула и думаю, блин, буду жить вот в таком теле, ну уже как есть. И потом, когда мы с ней начали восстанавливать организм, она говорит, я уже не за похудением пришла. Я пришла, потому что вот этими похудениями я добила свой организм. Она пришла восстанавливаться. И она похудела. Вот это, знаешь, ты как-то подняла очень важную тему о том, что сегодня век спринтёров. Что все люди сегодня хотят во что бы то ни стало быстрых результатов. И мы идём к какому-то блогеру, который вот транслирует. У него марафон по похудению. Две недели, месяц. Ты туда заходишь, у тебя там меню на вкусняшках, но с ограничением калорий. Ты идёшь за быстрыми результатами. Месяц ты там, ты себя ограничиваешь. Довольный, счастливый получаешь этот результат. А потом выходишь, и оказывается, что то, что работает в короткий промежуток времени, не даёт результатов в долгосрочку. Что спринт — это хорошо, но то, что вот стабильные долгие результаты — это такой марафон, на который сегодня люди просто не готовы. Стройное тело — это образ жизни. Это не диета. Вот. И прикинь, какая получается штука. Те, кто продают похудение в нашей же сфере, да, они классные результаты показывают, быстрые. Они показывают вот это до-после, сколько килограмм скинул. Но они не показывают, что с этими людьми будет через месяц, два, три. Ну, у них классный результат. Все остальные смотрят и думают, вау, я тоже так хочу. Я хочу быстро, и чтобы вот у меня был результат. А что там с этими людьми? Что у них в отложенной перспективе по всем остальным системам и органам? Никого не интересует. А мы пытаемся людям продать идею, что вам как бы питание надо пересмотреть и на постоянку. То есть, ну, ты же тоже понимаешь, что вот к этому готовы, ну, наверное, единицы. Ну, вот сейчас люди слушают тебя и думают, так, ну хорошо, питание пересмотреть. Я готов. Дайте мне это питание. А питание, а этого питания не существует. Я думаю, что мы с тобой эту тему прямо отдельно снимем на отдельный диалог, на тему того, что не бывает рациона питания, не бывает того, что подходит, нету никаких стандартов по белкам, жирам, углеводам, сколько у вас должно быть. Поэтому, кто смотрит это видео и не подписан на нас, обязательно подпишитесь, чтобы посмотреть и другие видео. Впереди у нас много интересного. Пока вот опять хочу вернуться к теме всё-таки лишнего веса, что, да, нужно менять привычки пищевые, нужно менять рацион, нужно менять образ жизни. Начинать надо с того, чтобы определить, что тебе не даёт худеть в твоём организме. То есть с пониманием проблемы. Потому что что решать-то? И вот отталкиваться от тех точек, которые твоему организму мешают похудеть. И это может быть всё, что угодно. Это может быть ментальная, эмоциональная, физиологическая какая-то, да, проблема. Проблема пищевого поведения твоего просто. Непонимание, вот, например, что тебе есть. То есть всё, что угодно. И когда мы не одну какую-то гайку крутим до срыва резьбы, да, а когда мы обращаем внимание на все те вещи, которые вот в конкретном организме надо подлатать, вот тогда получается очень хороший результат. И по фигуре, и по здоровью. Потому что лишний вес же тоже можно сбрасывать за счёт, например, отёков, за счёт жировой ткани, за счёт мышечной массы. И на это тоже никто не обращает внимания. Я хочу похудеть. Это не про качество тела. Это про цифру на весах. А это очень неправильно. А вот давай сейчас мы с тобой тоже вкопнём как раз-таки в эту тему качество тела. И много же тоже разных картинок. Мы про это уже говорили о том, что там 50 килограмм условных, а даже там, ну, взять две девушки одного возраста, одного веса, одного роста при этом, но эти 50 килограмм — это будет совершенно разная картинка. Одна будет точённая, подтянутая, с хорошим качеством кожи, потому что это тоже решает. А вторая будет вот худенькая, дрябленькая. И вроде бы... Кинни-фэт. Да, и вроде бы, знаешь, в одежде всё аккуратненько смотрится. Худое ожирение. А на пляже это всё видно очень сильно. И получается, что решает-то ведь не вес, решает качество тела. Вот расскажи мне тогда с точки зрения нутрициологии, что, какие шаги делать, чтобы худеть не за счёт мышечной массы, а за счёт жировой. У нас так организм устроен, что эволюционно это в нас заложено, что лето, например, это тот период, который у нас в доступе грибочки, ягодки, фруктики, растения, травки всякие и так далее, еды хоть вот сколько. И человек ел, 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 ел для того, чтобы как раз наесть себе вот эту инсулинорезистентность и висцеральный вот этот жирок вокруг талии. Потому что именно этот жирок позволял ему выжить долгую холодную зиму. Сейчас прекращается этот период, и поэтому он просто продолжается. Человек ест, ест, ест круглогодично. И поэтому, когда мы наедаем вот этот вот жирок, он очень опасный для нашего организма, он очень активный в плане воспаления, в плане вот поломки гормонального, но он очень быстро организмом расходуется. Как только он скорректировал инсулинорезистентность, добавил там движение в том числе, потому что движение тоже будет корректировать инсулинорезистентность, этот жир у него начинает уходить. А есть жир, который не так легко организму взять? Это подкожный жир. Например, жир с бедра организм в самую последнюю очередь возьмёт. Ему легче расщепить мышцы. И поэтому, когда люди худеют, сначала уходят вот эти отёки, висцеральный жир вот этот уходит, а потом уходить начинают мышцы. Если не сбалансировано питание, и режим жизни не отстроен, потому что здесь и сон, и движение, всё это очень важно. И водный баланс, кстати, очень важен. Не просто по 2,5 литра в себя запихивать, а понимать, например, чтобы вода в клетку зашла, чтобы это был электролит, и поэтому, когда люди, худеют, они на это не обращают внимания. Они расстаются с мышечной массой в большей части. Даже сейчас есть диагноз такой, саркопения. И он, кстати, тоже молодеет. И поэтому мы на пляже видим таких людей, у которых вот мы, например, я видела девочку, которая вполне себе молодая, до 30. Она из бассейна на руках не может подняться, потому что мышечной ткани нет. И она худенькая, в общем-то. Ну, то есть её никто толстой не назовёт. А на самом деле у неё худое ожирение, потому что у неё есть костная масса, у неё есть чуть-чуть там мышц, конечно, ну, потому что с начала она не передвигалась. И у неё есть вот эта жировая масса. И её больше, чем мышечная. То есть соотношение, когда меняется, человек может не быть толстым. Но очень часто эти люди же приходят и говорят, а как набрать вес? И мне говорят о том, что я ем, 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 не набирается вес. Это тоже, кстати, вот проблема. Но при этом у человека достаточно жировой ткани, а мышечной нет. Даже много. Тогда вопрос такой, что, ну, можно здесь, наверное, сказать о том, что весы не наш инструмент, если мы хотим заниматься здоровым похудением. Да. То есть здесь больше вопрос к качеству тела, к объёмам и к биомпедансной анализе. Жиры, которые организм откладывает, он откладывает не просто так. Он откладывает, потому что он чувствует какую-то угрозу. Жиры всегда нам помогали пережить долгую холодную зиму. И вот когда у организма какой-то дисбаланс, он начинает накапливать жир. Поэтому прежде всего надо понять, что с этим организмом. Восстановить вот этот баланс. И тогда организм сам скинет жировую ткань. Ну и потом не забывать, конечно, про то, что наш вот этот сидячий образ жизни, когда мы просто обездвижены, это тоже, конечно, важно. Знаешь, даже с какой стороны? Фитнес-тренера говорят, двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Человек говорит, я хожу, вот и в зал хожу, и много хожу, и ничего не сдвигается с мёртвой точки. И тут фитнес-тренера правы, потому что движение как раз тоже, вот ту же самую инсулинорезистентность латает, но движение после еды. Понимаешь? То есть когда у нас вот эта глюкоза пришла, инсулин всё ещё там высокий, всё ещё резистентность, эту глюкозу надо утилизировать. И помогает её утилизировать как раз движение. И это не тренажёрный зал, это не штанга 20 килограммов, это не приседания, это просто обычная прогулка. Просто после еды прогуляться и сжечь вот эту лишнюю глюкозу. И таким образом он себе помогает. То есть фитнес-тренера правы, но не в правильное время. Вопрос тогда тоже к тебе напрашивается. А что по поводу тренировок? Потому что я, зная тебя хорошо, знаю, что у тебя регулярно на тренировке. Получается, что просто активность – это важно, постоянное, то, что называется бытовая. Это когда мы в течение дня что-то делаем. Но что касается именно тренировок целенаправленно, когда мы занимаемся качеством тела, или когда мы пытаемся сбросить лишний жир, в том числе и не потерять мышечную массу. У меня тоже, знаешь, не всегда со спортом складывалось всё, потому что до 40 лет я вообще никакого спорта в моей жизни не было. И потом вот когда я как раз вот худела, я худела, худела, потом всё-таки, ну вот я же худела периодически, да, опять набирала, опять худела. Я где-то прочитала, что худая корова – нестройная газель. Я поняла, что вот это как раз тот самый возраст, когда я уже, ну, не просто так похудеть, и уже всё равно какое-то дряблое тело становится. Я пошла в зал. И я с ним пыталась подружиться, наверное, год. Я себя с заволосу туда притаскивала. А сейчас в моей жизни есть спорт всегда, но не тренажёрный зал, не вот то, что я раньше делала, а какие-то нагрузки для того, чтобы мышечную массу сохранить, для того, чтобы костную массу сохранить, для того, чтобы у меня, например, инсулинорезистентность – это просто вот вечный спутник. И только я отвлекаюсь – вот она, здравствуйте. Вот. И поэтому это мне помогает тоже поддерживать это в балансе. То есть не только питанием, а ещё и плюс тренировками. Ну и плюс я понимаю, что мы живы до тех пор, пока мы двигаемся. Как только мы перестаём двигаться, метаболические процессы снижаются, мышечная масса снижается, мы становимся уязвимы к разного рода там патологиям, иммунная система тоже снижает свою функцию. Поэтому движение – это не только про фигуру, это не только про похудение, это вообще, в принципе, про наше здоровье. Ну, я просто хочу, чтобы мы здесь тоже прямо выделили, да, о том, что спорт нужен, если вы хотите… Ну, такая банальная вещь, да, регулярный и регулярный. Люди приходят, вот клиенты говорят, у меня всё хорошо с движением. Я говорю, ну-ка, расскажи. Он говорит, три раза в неделю хожу в тренажёрный зал. Я говорю, а остальное время что делаешь? Ну, а остальное время я на работе. А что на работе делаешь? Сижу. То есть восемь часов сидит в офисе, час до работы на машине добирается, сидя, и час после работы. Но при этом есть в тренажёрный зал, и человек уверен, что у него движения в жизни достаточно. Нет. Нет. Ну, в общем, должно быть и то, и то. И то. Скажи теперь по поводу того, что вот ты говоришь о том, что здоровый организм не держит лишний вес, и нужно разобраться с тем, что происходит вот в организме, чтобы убрать лишний вес. Но есть другая точка зрения, когда начинают наоборот с лишнего веса, когда говорят, если ты хочешь быть здоровым, избавляйся от лишнего веса, потому что лишний вес, это ты сказала, депо для токсинов, это риск там сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, и там целый букет того, что можно себе наесть, да. Что в этом смысле? Яйцо или курица? Что первично? Всё-таки заниматься, ну, то есть сначала здоровьем поправлять то, что внутри организма, чтобы избавиться от лишнего веса, или избавиться от лишнего веса для того, чтобы быть здоровым. Почему спрашиваю? Потому что сейчас фарминдустрия выпускает огромное количество препаратов, волшебных таблеток, которые предлагают людям быстрый, эффективный результат. Прикрыто это всё тем, что мы заботимся о вашем здоровье, и вот чтобы у вас там не было сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых проблем, вот вам, пожалуйста, есть таблетка. Один из таких последних хайповых кейсов это препарат Аземпик или Аземпик, не знаю, как это правильно, да. То есть, короче, что-то пьём, что-то колем для того, чтобы избавиться от лишнего веса, для того, чтобы быть здоровым. Как тебе такой подход? Нет, ну это не подход, конечно. Это очередная блажь, которую потом появится информация, про неё больше и так далее, и признают это всё. Ну, сейчас пока хайпуют, пока люди не поняли последствий. Я думаю, что одно другое не исключает, потому что у нас всё взаимосвязано в организме. Нельзя начинать только с лишнего веса, чтобы оздоровиться, или оздоровиться, чтобы потерять лишний вес. Одно не исключает другого, потому что у нас так устроен организм, вот в основном, кстати, у мужчин. Потому что, если, например, детокс работает плохо в печени, куда-то это надо девать. Начинается вот это вот ожирение. Ожирение приводит, знаешь, к чему? К тому, что жировая ткань выделяет определённый такой фермент, ароматаза называется, который ловит тестостерон и превращает в эстроген. Вот с чего начинать? С лишнего веса? Или с печени? Или с чего? И гормональное здоровье улетело. У мужчины появляется ожирение по женскому типу. Одни лысеют, другие толстеют, животики появляются. С чего начинать? Ты никак не похудеешь, пока не поправишь печень. Ты не поправишь печень, пока не похудеешь. Поэтому это всегда очень цельная картина с грамотно простроенным режимом, питанием, добавками, возможно, какими-то. Нельзя сказать, что вот худеете все, а как он похудеет? Ну, то есть, и нельзя сказать, что оздоравливаетесь, а потом похудеете. Ну, как бы здесь... Ну, а что по поводу всё-таки фармы? Вот у тебя был опыт. Ты худела на китайских таблетках. Не надо так делать. Не фарма всё-таки, но тем не менее. Вот сейчас есть вот эти препараты, которые очень много. У меня есть знакомых много, кто вот сейчас на этих уколах... Раз в неделю ты укололся, и аппетит снижается, ты худеешь. Всё вообще прекрасно. Звёзды в Голливуде. Ну, так же не бывает. Последствия отложены и будут. Конечно. И люди бессознательно это знают. Ну, так не бывает. У нас организм – это очень-очень умная конструкция и очень непростая. И поэтому, ну, вот даже сейчас в фарминдустрии, ну, как бы все же понимают, да, что у любого препарата, который что-то якобы там лечит, есть другая сторона, которая не такая красивая, не с такими обещаниями, не с такой обложкой. Это прописано в нём. Да, сразу аннотацию открываешь. И у кого-то это проявляется, у кого-то не проявляется. Но это не значит, что нет отсрочных последствий. Точно так же и вот эти все укольчики для стройности. Я, например, когда пила китайские таблетки, до меня их, конечно, тоже попробовало много людей. И все так хвалили. Ну, тогда не было ещё вот так социальных сетей, вот так вот, чтобы отзывы прочитать. Но, тем не менее, по сарафанному радио все очень хвалили, на них действительно худели. Я тоже долго взвешивала за и против. Ну, и потом решилась, потому что, ну, никак у меня не получалось. А вот как-то сказала, праздник, Новый год, там, день рождения. И у нас была как раз поездка. Крикер какой-то. Да, и мне очень надо было выглядеть хорошо. И вот я решилась на эти китайские таблетки. И я их пила, наверное, недели две или три. И всё было замечательно. Я действительно начала просто таять на глазах. У меня одежда просто начала вся болтаться. Я очень этому радовалась, потому что, наконец-то, это было очень легко. Я не ограничивала себя ни в каком питании, никаких там тренировок, ничего. Просто пьёшь там раз или два в сутки, я не помню, уже я её пила. А потом у меня началось сердцебиение. А потом у меня начало заходиться сердце. Ну, то есть, потому что калий вымывает там, ну и так далее. Что, я не знала про это? Знала. Но я думала, что меня не коснётся. Или как, ну, когда коснётся, тогда и будем решать проблему. Поэтому всех коснётся. Не бывает такого. Знаешь, что самое в этом обидное? Вот когда ты уже понимаешь, когда ты знаком с нутрициологией, когда у тебя есть уже огромное количество примеров, как люди худеют, восстанавливают здоровье, при этом прибавляя ресурсы организма, а не забирая, и ты понимаешь, что это ведь тоже легко. Это легко. Просто это требует чуть больше твоего вовлечения, чем просто чем-то уколоться, да? И это легко, это доступно, это без последствий, это с бонусами. И это навсегда. И это навсегда. Но человек так устроен, что вот потратить лишний час своего времени и разобраться, а потом попробовать эти простые шаги просто внедрить в свою жизнь, но это проблема в том, что результата ждать дольше. Потому что вот от таблетки он у тебя будет сразу, а если ты начинаешь образ жизни перейдать, я бы сказала, что не только потому, что результат сразу, а потому что в первом случае это надо делать, и это от тебя зависит, а во втором случае делать ничего не надо. Так не бывает просто. Ну, мне кажется, что мы с тобой кого-то точно можем вот сейчас зацепить, и кто-то нас точно услышит, для кого сейчас актуальна проблема лишнего веса, кто давно ищет способы решения, мы вам говорим, эти способы есть, и они не сложные. Можно не ограничивать себя, можно не голодать, при этом худеть и поправлять здоровье. Не расставаться с мышечной массой, не зарабатывать себе в перспективе проблем, каких-то там гормональных или метаболических, и выглядеть при этом всегда хорошо, не потому, что ты сел на диету и надо продержаться, а потому что теперь у тебя такой образ жизни, где тебе вкусно, где тебе кайфово, где у тебя много энергии, где у тебя по всем фронтам улучшается, знаешь, что у нас там волосопад, сухая кожа, что вот там людей беспокоит, да? То есть по всем фронтам улучшается, потому что у нас так организм устроен. Если у него работают процессы усвоения, детоксикации, ну вот этих вот ферментативные наши системы, то он функционирует, он дает тебе энергию, он не накапливает лишний вес, то есть у него нормально все с мышечной массой, ну и так далее. И вот это два противовеса такие, быстро ничего делать не надо, но с отсроченными последствиями, и не быстро работать надо, но навсегда, и с улучшением здоровья. Мне кажется, тут очевидно просто, каким путем надо идти. И если человек не выбирает этот путь, ну тут уже никто ничего не может сделать, ни нутрициологи, ни психологи, никто. Давай тогда, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы мы пригласили тех, кто нас смотрит, и если еще вдруг вы не были у Марины на бесплатном курсе трехдневном, это три вебинара, в которых рассматриваем питание, да, как основу. Более того, это не просто вам скажут о том, что вам есть, что не есть. Нет, мы будем детально прорабатывать рацион каждого вместе с нутрициологом в общем чате. В общем, первый вебинар – это питание. Второй вебинар – это работа желудочно-кишечного тракта, как всё усваивать, усваивать всё нужное и выводить то, что нам уже не нужно. И третье – это у нас диагностика и анализы. Да, верно? А вот тоже стоит сказать, что вот в этих трёх вебинарах ты там не говоришь о том, как худеть, да? То есть там нету ни слова о том, что… Я всегда говорю, что я никогда не лечила никакой диагноз. У нас вот пишут там вот такой, такой, такой диагноз. У нас очень много уже диагнозов, ремиссии, ну или вообще распрощался с ним человек, диагноз сняли. И у меня, и у тебя, кстати, тоже снятые диагнозы есть. Я никогда не лечу диагнозы. Я никогда не худею. Я восстанавливать организм помогаю. Я восстанавливаю организм, чтобы все физиологические процессы работали исправно. А дальше уже организм сам делает всю работу по истреблению диагноза, грубо говоря, или истреблению лишнего веса. Потому что организм настроен на то, чтобы давать нам энергию, чтобы заниматься вот этими всеми процессами. Он всегда за нас, он про нас. И когда он имеет какой-то симптом, будь то лишний вес, или это какая-то патология, или боль, это он пытается донести, что, блин, у меня вот здесь, обрати внимание. Но так как мы не знаем, как устроен организм, а мы и ищем информацию, которая вот отрывочная просто, и пробуем применять её к себе отрывками, не понимая вот всего вот этого баланса, ну, конечно, это не приводит ни к каким результатам. Либо это, может быть, приводит к каким-то результатам сейчас, но обязательно со срочными последствиями. Поэтому я за то, чтобы каждый человек минимум понимал, как у него всё там всё устроено. В общем, ссылочку мы оставляем внизу под этим видео. Проходите, регистрируйтесь, и обязательно приходите на этот курс, собственно, он называется «Здоровье без таблеток». Говорить там мы будем не только про то, как избавиться от лишнего веса, но о том, как целостно восстановить организм. Если вы хотите быть в красивом, стройном, здоровом, молодом теле как можно дольше, это как раз-таки вот тот вариант. Не быстрой волшебной таблетки, но простых системных действий, которые ведут к устойчивому результату. Ну, Марин, те, кто придут на курс, разберутся более детально, но можешь сейчас дать какой-то практикоприменимый совет, вот что уже сейчас человеку можно сделать для того, чтобы пойти. Как говорят, знаешь, не можешь идти, бежать там в направлении своей цели, иди. Не можешь идти, там, стой в направлении, не можешь стоять, хотя бы ляг в направлении своей цели. Вот скажи, что сделать, чтобы хотя бы лечь в какую сторону лечь? Ну, самое первое — это не бороться. Не хорошее слово, потому что оно приводит к стрессу, к тревожности, к вот этому неприятию себя, это тоже не совсем хорошие эмоции. Второе — это прекратить есть углеводы в огромных количествах и обязательно двигаться после еды. Вот это самое главное. Потому что если вы не будете есть углеводы в огромных количествах, ваш мозг начнёт думать, чем наедаться ещё. Включить обязательно в рацион жиры. Но просто не всем это можно делать сразу. Потому что когда не работают обменные процессы, в частности, жировое, человек говорит, меня тошнит от ваших жиров. Или там, мне плохо от вашего мяса, тяжело. Но это же не жиры и не мясо виноваты. Это виноват обмен, который не работает. Его надо очень мягко, грамотно и плавно запустить. И поэтому постепенно убираем углеводы, постепенно добавляем вот буквально там одну оливочку, да, ломтик авокадо, там, кусочек сала. Ну и вот так постепенно. Ну и разбираться с тем, потому что самое частое это в организме, в котором есть лишняя жировая ткань, априори есть воспаление. Разбираться с тем, что делать для того, чтобы снять воспаление. Спасибо. Я думаю, что это было очень ценно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok